9 лет назад в нашей стране было положено начало замечательной традиции празднования Всероссийского Дня Самбо. Прошло совсем немного времени и торжества стали популярными во всех регионах России. Сейчас это самое масштабное по количеству участников и географическому охвату мероприятия по самбо. Это не только самый массовый турнир, но и социально значимое событие, которое позволяет привлечь к спорту детей и молодежь. Сегодня действительно очень знаменательный день. День рождения нашей праздников самбо. Безусловно, мы все очень рады, что вы начинаете заниматься самбо. Уверены, что вы будете продолжать любить самбо всю свою жизнь. В этом возрасте, в котором сегодня проводится сегодня, наш президент любимый Владимир Путин начал заниматься первой самбо. Именно с этого возраста в Санкт-Петербурге стал мастером словом профессора и будущим и настоящим крещенком нашей страны. Если же отвлечься от официальных формулировок и определений, то 16 ноября – самый главный праздник для большой семьи. Общий день рождения всех самбистов. В каждой школе и клубе в этот день рады гостям – юным спортсменам, их родителям, легендарным мастерам, ветеранам и болельщикам. В нашем городе к этому дню приурочены областные соревнования. Как выступили в первой складке? За счетчиков. Я довольна. Я сначала проигрывала 3-0, потом я сделал бросок за 4 балла. Впервые празднование Всероссийского дня самбо состоялось в 2008 году, когда этому виду спорта исполнялось 70 лет. Торжества проводились как единое крупное мероприятие – юбилей самбо на Красной площади в Москве. Но ведь в каждом регионе страны есть своя история самбо, уникальная и неповторимая. Свои отцы, основатели, легенды, традиции – все, чем можно гордиться, что нужно показывать молодому поколению. Прекрасным поводом продемонстрировать лучшее, накопленное в самбо со дня его рождения, стал праздник 16 ноября. Достаточно было Всероссийской Федерации самбо совместно с Министерством спорта России провести когда-то первую акцию с участием 50 городов, как идею подхватили во всех уголках страны, в частности в нашем регионе, где самбо, кстати, важный и популярный вид спорта, как среди мальчиков, так и среди девочек. Соревновательная часть областных соревнований Рязанской области продлится еще и завтра. Марина Комиссарова, Игорь Глотов, телекомпания «Город».